Добрый день, меня зовут Александр Сергеев, это программа Лица Химок. Сегодня мы встречаемся с лидером движения общественной поддержки социально значимых инициатив, председателем общественного совета регионального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Еленой Андреевой. Елена Сергеевна, расскажите, куда мы направляемся, что мы сегодня будем делать? Мы идем на теплоход, и это не случайно. Это один из примеров реализации инициатив наших горожан. Еще пару месяцев назад возможность вступить на теплоход на правом берегу и в считанные минуты оказаться на левом, а также отправиться из Химок на северный речной вокзал по воде, была мечтой для тысяч жителей Химок. Мечтали они об этом не один год, пока в городе не появилось движение общественной поддержки «Химке интересно жить». Благодаря ему эта инициатива горожан реализовалась. Елена Андреева стояла у истоков движения и помогала в продвижении этого проекта вместе с коллегами и жителями города. Как вы стали лидером движения общественной поддержки «Химке интересно жить»? Когда проект «Химке интересно жить» зародился, я услышала о нем от родителей. Я узнала о том, что жители начали объединяться в чаты и обсуждать вопросы не только мастер-классов, но и важнейшие вопросы округа. Благодаря химчанам и образовалось движение общественной поддержки «Химке интересно жить» или «Ласково хиш». Движение общественной поддержки – это новый формат взаимодействия власти и горожан. Просто быстро. Мне было оказано большое доверие, меня выбрали лидером движения общественной поддержки. Уверена, что объединившись, мы сможем продвинуть наши инициативы на создание комфортной городской среды. А что такое комфортная городская среда? Это наши подъезды, дороги, парки, скверы, благоустроенные набережные. У проекта «Химке интересно жить» уже есть какие-то результаты? У движения общественной поддержки уже есть успехи. Сейчас мы причаливаем к экоберегу. Сначала мы благоустроили экоберег, а потом по инициативе наших горожан мы запустили маршрут, соединяющий два берега. Также мне хотелось привести еще несколько примеров, которые сделаны по инициативе химчан. Это внутренняя отделка помещения поликлиники номер 2. Это уличное освещение у лицея 10. Это организация парковочного места у Аленушки. Оборудовать стоянку для лиц с ограниченными возможностями вблизи улицы Мира. И сделать регулярным автобусный маршрут номер 5. Приятно видеть, что химчане осознают, что сила в объединении. Каждая инициатива важна, ведь все они направлены на развитие химок. Они затрагивают абсолютно все сферы жизни. Мы принимаем участие в встречах с трудовыми коллективами, с жителями. На данный момент было собрано более 1500 инициатив. Понять, какие инициативы самые важные, помогает голосование на сайте ХИШ-онлайн. Хорошо, что все эти предложения голосуют сами химчане. Сами люди решают, в каком городе им жить. Елена Сергеевна, вы уже не первый созыв, являетесь депутатом в Долгопрудном. И недавно на предварительном голосовании вас поддержало большое количество горожан. Расскажите о своей депутатской деятельности. Депутатскую деятельность, на мой взгляд, можно разделить на два направления. Это правотворческое и общение с гражданами. За время работы моей депутатской деятельности удалось достичь определенных результатов. В основном я специализируюсь на вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Порой, решая один из вопросов жителя, нам удается помочь большому количеству семей. Когда мы ищем пути решения, мы подключаем определенные министерства, ведомства. В результате совместной работы нам удалось помочь более 10 тысяч семей. Например, какие вопросы удалось решить таким образом? Давайте остановимся на ярких вопросах. Недобросовестный застройщик фактически украл у жителей котельные. В результате чего наши горожане переплачивали по тарифу за отопление. Тут подключилось несколько министерств. Это комитет по тарифам и ценам, это министерство жилищно-коммунального хозяйства. В результате совместной работы нам удалось вернуть собственные жители котельные. И они стали платить по статье отопления на 40% дешевле. Или вот еще пример. Совсем недавно горожанин обратился с вопросом о начислении по тарифу. Правильный он или нет? Мы разобрались. В результате чего государственная жилищная инспекция выписала предписание. И жителям всего дома, а там 250 квартир, был произведен перерасчет. Также мы добились ввода в эксплуатацию двух школ и детского садика. Недобросовестный застройщик не выполнил свои социальные обязательства. Более пяти лет назад горожане обратились с инициативой высадки деревьев. И это предложение начало реализовываться не только на территории городского округа Долгопруда, но и на территории Московской области. Самое главное, что он реализуется без привлечения бюджетных денежных средств. Также у нас появляются новые площадки детские по новым современнейшим технологиям, новые парки, скверы, а самое главное благоустроенные набережные. Это основные направления моей работы. Именно обращение граждан позволяет нам определять, на какую статью бюджета нужно больше направить в финансовых денежных средствах. Также помимо обращения граждан, иногда мы образовываем рабочие группы. Вот совсем недавно был такой случай, когда недобросовестный застройщик оставил дом, ввел в эксплуатацию со строительными недоделками. Тут мы вместе с горожанами, с администрацией города, с министерствами заставили привести дома в порядок. О чем желают граждане? Сейчас в основном обращения граждан касаются благоустройства. Благоустройства парковых зон, набережных, дворовых территорий.